Я хотел бы вас возьму, а что-то учредятствует? Нет, ничего, все-таки складывается. Я бы просто хотела... Вакцинация, да, или нет? Нет, вакцинация. Просто некоторые вопросы, для чего у нас это стали накапливаться? Но это можно похоже. Вакцинация, 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 вакцинация. А, да, 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 да. Нажми-то проверить. Пролистывали? Нет, что нам... Я включил его? А, включил. А, вот с этим сраванным налево, а опять направо. Ладно, на лобо движется. Ахахаха. Конечно, хорошо. Так, а этот самый фон. Я вам позвонила несколько организмов. Угу. Вроде нет. Человек 6, но... Я помню, я объясню. Тоже не я скажу. Ну, а по конец года очень все звонили. И как шуток, да. Да, Юрий Васильевич. Ну, начинаем? Да, простите. Хорошо. Сегодня наш семинар посвящен докладам вот такого семинара замечательного, семантика, спецификация, верификация программ и приложения, который в этот раз состоялся в новости. По факту это тринадцатый семинар. Сначала был ковид, потом какие-то другие нековидные проблемы. Потом мы решили его четырнадцать назвать. То есть тринадцатый пропущен. В чем суть этого семинара? Какие-то мероприятия обычно состоят? Доклады делаются на индустриальные, то есть с реальных партнеров. Потом приглашенные доклады. Здравствуйте. Собственно, маршрутные такие доклады с обсуждением и постеры. Особенность именно, вот специфика вот этого, четырнадцатого семинара заключалась в том, что индустриальный доклад как бы и был приглашен, но он не состоялся. Зато работы, которые были присланы на этот семинар, оказались в среднем, такие средненькие, то есть не плоткие, не хорошие. И поэтому было решено в постерной сессии не проводить, а для всех докладов выделить как на нормальное время до семинара, по тридцать минут на каждый доклад. То есть там хватало времени не на вопросы, а на доклад. Ну и приглашенные доклады это сорок пятьдесят минут. Это практически конференция. Ну, это именно семинар. На конференции иногда дают пятнадцать минут, и на вопросы время не остановились. А тут даже время из избытков было на вопросах. А сколько и дни? Каждого докладчика бы дали по-страшному. Сколько и дни? Два дня, собственно, мероприятие заняло, ну плюс там всякие экскурсии и так далее. Что еще хочу сказать про специфику? Ну, плюс еще обычно проводились круглые столы, там дистанционные панели. В этот раз это было в таком мини-вариате с членом форм-комитета фактически. Но еще одна особенность, что впервые мы провели соревнования по формальным методам. Амином по дедуктивной амплификации и по моделчекам. Это вот вторые сорок пять минут вводят рассказ про эти соревнования. Может быть меньше, если чуть-чуть больше как-то затяну. Так, ну вот это все, что касается специфики. Некоторые наборы фотографий, это вот я заселяюсь в гостиницу, у нас вот люди с такими этими сумками ходят от Яндекса. Там вот роботы разъезжают, их полно везде. Вот на входе робот застал. Вот так выглядит общежитие, этот вечер с подсветкой такой. Вот так они идут в линейку и заканчиваются собственно корпусом самого университета. Потом это не хватило поставить еще один ряд в общежитии, так же. То есть на улицу выходить не надо. Я как там заселился в гостиницу, так их они спокойно не выходят. Это вот здание спорткомплекса, но я его сфотографировал, потому что вот там четыре таких Яндекс машины стоят внизу с флажками бегают. Это вот жилой комплекс, где сотрудники университета живут. А это вот, так скажем, набор, ну в общем, некоторые наборы зданий технопарков. Разные. Вот поближе они, там какие-то закупленные, какие-то квадратные. В каждом сидит какой-то большой индустриальный партнер. У меня большинство. Прозрачные полусферы вот эти для чего? Ну для красивости. А вот это вот. Ага. Ну я думаю, типа беседы, там не знаю для чего. То есть я вон-то не захотел. Летнее кафе. Летнее кафе. Вот. Летнее кафе. Понятно. Ну без кавейки не обошлось, почему-то я 7++ не нашел. Ну ладно. Ну ладно. Вот. Вот. Это вот главное здание технопарка. Вот Николай Шлай здесь что-то может добавлять. А это мы находим главного здания технопарка. А это вся весельная. Это вот кто утром смог рано встать, чтобы выйти. Погулять. После предыдущего напряженного дня. А вот собственно некоторых фото с самого семинара. То есть большинство таких докладчиков было онлайн. Но самые мужественные приехали. И в куварах много чего не обсуждали. Вот такие отдельные снимки. Семинар международный или... Семинар международный или... Семинар международный, да. Вот география участников семинаров. Вот еще Минск не указывает. Ну потому что там просто один из авторов был из Минска, там с какой-то фирмы. Ну я его не включил. Но в принципе вот. Новосибирск, Москва, Мадрид, Иннополюс, Иннополюс. И я уже учусь правильно это слово произносить. Иркутск, Казань. И вот такие-то институты. То есть достаточно представительные для... Да. Просто семинар. Не ворчут. Ну и собственно переходим к докладам. Первый день было... Сколько там? Восемь докладов. Во второй день должно было пять докладов быть. Один не состоялся по некоторым причинам. В итоге получилось 12. Ну хорошо. Опять же не 13. Счастливая сейчас. Я кратко расскажу про все доклады. Совсем кратко. Обознать сферы интересных для присутствующих. А по двум докладам, которые связаны непосредственно с нашей деятельностью, чуть подробнее. Значит, первый доклад был... Это Андрей Нечосов докладов. Фактически он сначала рассказал истории двух подходов, которые давно развиваются в институте математики. Это подход семантического программирования и задачный подход. Потом рассказал, как эти подходы могут быть применены и уже применяются к задачам искусственного интеллекта. То есть там фактически получается... Вот одна из таких, ну, был сначала озвучен круг проблем, которые современные искусственные интеллекты, которые возникают. Например, объяснимость, да? То есть нужно объяснить то, что нейронная сеть выдает. Так вот здесь получается комбинация глубокого обучения с логическим подходом. В итоге можно выдавать некоторые объяснения. Несколько примеров, которые уже... Который был применен, такой комбинированный подход был рассмотрен. Например, была построена семантика для... Ну, как же это называется, все забываю. Ну, не биткоин, а общий этот подход. Доблчейн. Да, деблчейн. Семантика длятуальной машины деблчейна. Был разработан специальный язык, в котором можно программировать задачи искусственного интеллекта. На основе семантического программирования это языка со звездочками. То есть, фактически, вот этот доклад может... Все доклады выложены на сайте семинара. Будет интересен тем, кто хочет посмотреть, как же логический подход совмещается с нейронными сетями. Ну, докладчик с вами не согласился. Следующий доклад, где как раз уже был представитель из Минска, из первых полиц. Что тут... В чем основа этого подхода? Ну, вот, например, есть нейронная сеть, какие-то тесты на ход подаются, а на выходе должны быть так называемые тестовые ораковы, которые говорят, да, тест прошел, либо нет, тест не прошел. Понятно, что вручную это разрабатывать сложно. Создавать кого-то заставлять эти ораковы писать тоже сложно. Поэтому была принята некоторая другая методология. А именно, мы знаем, что если входные тесты чуть-чуть модифицировать, то на выходе тоже какая-то связь будет получаться между выходными тестами. То есть, заводится такой предикат, какое отношение, которое связано с набором входных тестов и набором результатов, которые мы точно знаем, должны выполняться. А потом просто проверяем, что для выходных данных этот предикат с какой-то вероятностью возможной, то есть необязательно тушно-экологическое значение, выполняется. В качестве примера, картинки я не стал приводить, это тоже можно все слайды скачать и посмотреть, была рассмотрена задача стикеров. Что это такое? На вход подается изображение, ну, возможно, в каком-то, ну, где-то сфотографированном таком, вырезается оттуда собственное изображение, а дальше какое-то какосевое обрамление для него делается, это и стикер называется, может, какие-то формулы будут обретить, может, какие-то дополнительные картинки. И вопрос возникает, а насколько сохраняется исходное изображение? В качестве мутации исходных тестов в данном случае было применено просто рекурсивное применение стикера к стикеру. И понятно, что если этот процесс быстро разойдется, то есть получим разрывом покоя изображения, значит, исходное тоже было не очень хорошее. И чем оно лучше, тем этот процесс, число перехода от стикера к стикеру, при сохранении каких-то свойств, будет лучше считаться. Вот такой пример приведен. Ну а так у них более общая теория, я посмотрел, у них куча работ в солидных изданиях по этой тематике, по мутациям, по всем этим. Вот поэтому стоит обратить к тем, кто хочет тестировать нейронные сети, например, на этот токлад. Следующий доклад я пропущу, потому что это один из двух докладов, которые делаются объединенной группой нашего института, института автоматики. Поэтому о них чуть-чуть подробнее потом расскажу. Потом доклад Павла Соколова, у которого давлением ВШ работает, и в Весопуте Стеклова. Чему посвящен этот доклад? Ну вот здесь в компиляторах в представлении дерева применяется вот эта форма часто, да, СССР, когда представление каждой переменной ровно одно. Как получать эту форму, понятно, там заводится новая переменная, все переписывается, если идет распределение, то функция фи вводится. Ну, тут важно другое, что вот Павел подумал и решил, а почему бы категориальный подход сюда не применить? То есть, оказывается, он программно представляет вот эти ВССР формы в определенном виде, и для них входит обычное отношение на категорию. Ну, что такое, как бы, как это называется, да, единичная функция, да, теория такой, как это называется, я не помню. Ну, ID, в общем-то да, в соответствии к пустой программе. Потом там композиция вводится, потом пункторы накручиваются различные, пункторы, например, оптимизация некоторая, которая одну СССР программу переводит другую СССР программу. И в итоге оказывается, что в таком общем виде на уровне теории категории можно сформулировать ряд свойств и утверждений, которые можно потом применять к любым компиляторам. Вот это было сделано и показано, что этот набор свойств, которые выполняют некоторые преобразования, то есть некоторые пункты применяются, при этом сохраняется корректность преобразования. То есть, работа, я так понимаю, где-то в середине сейчас, но потенциал он не очень большой. То есть, она явно заинтересует людей, которые занимаются теорией компиляции. Дальше. Следующая работа. Ну, для меня это сложно в понимании работа. Просто в нескольких словах обозначу. То есть, в логику вводится такая модельность, как охранная рекурсия. Охранная это гардия, да? Да. А дальше, мы пользуемся тем, что в одном из интерактивных клуберов, а именно в акде, в одной из последних версий, эта модельность введена. И поэтому можно формулировать некоторые свойства про рекурсивные программы. Вот вся работа посвящена, приводился к услугу акта кода, который формулирует свойства о некоторой рекурсивной программе, а потом показывается, как в акте это доказывается. Это вот будет интересно тем, кто разбирается в различных интерактивных доказательных теорем, ну а в частности, людей, которые в детективной инфекции или в другом виде верификации работают с рекурсивными программами. Это очень сложный вид, особенно если варианты нельзя расставлять. Почему Мадрид? Ну, я все на русском. А это что за институт там? Непонятно? Я заходил на этот институт, но сам институт не разбирал. Вы понимаете ли, дискретный? Ну, в софтрое, если так вообще говоря. А, в софтрое. Ну, да. А РНДА, не знаю, потому что пробуется. Следующая работа, вот есть, была разработана Николаем Путасовым, некоторая теория типов, ну, достаточно мощная. И для нее сделано, опять же, купе систем, то есть интерактивный доказатель теорем РСК, который проверяет соответствие этой системы типов. Чем хороши вот такие теории типов, тем они мощнее, тем большее количество программ мы можем описывать, которые корректны по построению. Если там все вот эти ограничения на типы, тем более на зависимые, например, типы, выполняются, то нам не надо уже корректно с этой программой доказать. Она построена в корректной и делает то, что надо. то есть и результат, и ограничение на входной аргумент и на результаты этой программы оформляется в теоретипах, но из-за предела ее не выходит. А конкретно в этой работе, ну, кто работал с интерактивными доказателями теоремии, знает, что для них ID никакие. То есть очень сложно работать, там что-то подсвечивать. Так вот, в данном случае был сделан специальный language сервер для вот этого языка с помощью протокола Microsoft, который позволяет ID и конкретный язык обмениваться тем, а что же нужно там подсветить, что же нужно там, какие-то семантические свойства выделить уже в ID и так далее. И в результате вот такой протокол сервер был разработан для вот этого пробо-системта РДК. И конкретно был с помощью платки настроен 2С5. Но так как это протокол как бы единым, неизменяемым, несложно его потом как на Анимакс, и на Динкернести, и на другие редакторы кода и ОДИ для кода, которые поддерживают этот протокол. Это почти все поддерживает. Причем перенос был такой, что там не только подсветка кода, дополнение выполнялось, синтаксические вещи, но и вещи из твороги. Например, выдавалось сообщение там, а здесь вот несоответствие типов и так далее. То есть семантические свойства через этот протокол уже можно подавать. Ну вот здесь как бы этот протокол нужно интересовать тем, кто занимается встраиванием языков программирования в ИДИ, это бесшовное встраивание получается, ну и просто теорика занимается. Слушай, а на чем они это писали? Вот это я не помню, там было написано. Я боюсь собрать, но мне кажется, так как Николай Умитин Хаскин, это скорее всего на Хаскине написано. Следующий доклад это есть интерактивные доказатели теоремы, а есть автоматические доказатели теоремы, которые все делают полностью автоматически, не важно, на чем они основные методы резолюции, либо на чем-то другом, важно, что они полностью все делают автоматически. Вот пример такого доказателя это вот из самых известных, которые многие соревнования выигрывают. Здесь было разработано довольно давно свой доказатель Wood Cross, называется, который предназначен не для любой формулы, обычно эти автоматические доказатели работают для формулы логики пеликата первого порядка. Лучше редко для логики высших порядка, очень редко. А здесь действия для фрагмента логики пеликата первого порядка рассчитана именно на так называемую положительно конструируемую формулу. Это формулы, где все так упорядочено. Сначала квадрат для любого, потом перемены, потом существуют, потом перемены, потом опять для любого, потом перемены. И при этом то, что после до любого, после существует, делится на две части. Первая часть фактические ограничения на эти перемены, например, для любого х из натуральных чисел. То есть для любого х без того-то. Потом существуют то же самое. Поэтому таким формулам можно также дисциплинированные алгоритмные разборы, символического вывода применять. То есть мы постепенно спускаемся, а потом оборотов поднимаемся, делая установку при этом. Но на тот момент, когда он давно был создан, автор честно признался, что он наступал универсальным доказателем, к тому же вампиром планковым. Но в последнее время в этом институте динамики системы теории вывелся круг задач, для которых он оказался неплохо работающим. Именно задачи, связанные с теорией управления дискретными системами. и поэтому первые эти докладчики сделали два доклада. Первым они разорвали, собственно, определение, что такое вот этот год-фрост, как он сделан, и на чем основа. А в следующем докладе просто показали, как ему применяться конкретные задачи из теории дискретного управления. А именно задачи диспредсеризации. То есть там фактически сначала строится обычный автомат, который задает все переходы диснежной дискретной системы по событиям. А потом на него намешивается еще такая компонент, как управление. Вот сюда мы можем идти, а сюда не можем. И выясняется, что этот автомат диспредсеризации можно задать с помощью декларативного формул этой логики. А раз можно задать, они в докладе представили трансляцию, как это задается, соответственно можно применить этот проверок для того, чтобы доказать, что какое-то исполнение дискретной системы переходов в точности следует тому ограничивающему протоколу. Идем дальше. Второй день пошел. Это доклад, который не состоялся, но я все равно его показываю, потому что доклад очень интересный. я думаю, мы в следующий раз его заслуживаем. Потому что здесь рассказывается на колоссовском логическом уровне, чем верификация фальсиликация включается. То есть, очень интересный доклад. Будем ждать, что он будет все равно делан. Он не будет выступать. Ну, просто что у нас на семинаре такой доклад планировалось провести. показывает, что, кого заинтересует, могут обращаться. Давайте его на Ишовскую лекцию пригласим. Очень сильный математик. Институт математики. Я вижу математики. Самилия знакомая. Николай Славович, как Вы считаете, Одинцовым можно пригласить на Ишовскую лекцию? Хороший вопрос. Можно я подумаю? Я сразу не готов сказать. Дайте подумать. Как это будет связано с Ершовым? Какая разница? Какая разница? Да никакая. Не обязательно. У нас семинары все посвящены. Ну, предложить можно. Нет, это не семинары, это же лекция. Хорошо. Можно к нам привелось, хотя он к нам не приедет. Следующий доклад это сюда. Ну, есть чисто академическое задание регулярных выражений, да? Которые потом мы берем какой-то текст, сопоставляем с этим регулярным выражением. Ну, как мы встречаемся везде регулярные выражения. Звездочка там и так далее. При поиске они часто возникают. для них не разработан набор алгоритмов. Но на практике все-таки пример более сложные неакадемические выражения, где есть форвард, то есть отсылки вперед, есть ссылки назад и так далее. И для таких выражений там возникает много проблем. Одна из проблем это проблема мы не имеем. То есть мы не можем распознать, а какие вот участки по ссылкам к одной памяти относятся, а какие нет. Так вот, в этой работе был предложен подход. То есть сначала брали и брался как раз классные регулярные выражения со циклическими обратными ссылками. Он представлялся уже как в математическом формализме, как полукольцов до интервязчатым определенным теоремом на алгемных линиях. То есть там в равенствах чисто видим. А потом, так как это равенство определилась некоторая каноническая форма, и с помощью правил переписывания, если в одном направлении их применять, это переписывание, они приводились к каноническому виду, для которого уже несложно было показать, что там соответствует какой-то текст или нет. При этом вот такие вот такая аммонимия разрешалась при приведении к каноническому виду. Более того, алгоритм, разработаны далее из Макилова и Амтонина, НИП и ВАД, а там пройден набор тестов, оказались намного эффективнее, в ряде случаев, чем обычные алгоритмы. в этой области. Так, это второй доклад, который нашей совместной группы я его тоже один расскажу. Ну, Институт системного программирования выступал уже Вадим Мутирин, как обычно, они представили практический результат. То есть здесь задача заключалась в следующем. Здесь набор оптимизирующих преобразований. для последовательных программ я работаю хорошо. Но если мы переходим в среду, то есть к параллельным программам, то возникают временные всякие парадоксы нехорошие. Вот, например, пример оптимизации. Ну, вполне очевидная оптимизация, разворот внутри не меняется, почему взять и не вывести за пределы, да? Хорошая оптимизация. Но так как вот это переменно разделяемо, кто-то другой поток может на это повлиять. И поэтому так делать нельзя. И авторами был предложен алгоритм и реализация его, которая позволяет избежать таких случаев. То есть сначала в исходную программу расставляется автоматически, можно и не прав. Не избежать, а проверить эти случаи. А, ну, проверить, да. Правильно. Сначала расставляется, все делится на блоки, где есть синхронизация, потом все сводится к определенному автомату, на котором мы бегаем и проверяем, не попадаем ему в плохое состояние. Но самое важное, как и для любого, другого, системно программирования реализованными инструментами, которые в реальных оптимизациях был применен, и авторы сказали, что он нашел серьезные ошибки некоторые, которые просто так не обнаружишь. может, понятно, когда у вас свет запускается, некоторый эксперимент может там на тысячном запуске остается. То есть, вот компилятор вообще-то есть, да, ты не делаешь? Нет. А где-то было? Да-да-да, именно так. Ты же говоришь, что это? Ну, да, для конкретного компилятора для вот такой вот машины виртуальной, да. Ну, ну, я имел в виду, что, в принципе, это общий паркот у них, и он может, в принципе, и других средств, и других отношений для меня, для того, можно сказать? Ага. Для того, чтобы проверить, правильная работа компилятора или нет, они генерировали специальные тестовые программы, которые хитрым образом расставляли эти самые метки синхронизации, чтобы, ну, при неправильной работе компилятора это могло быть обнаружено. И вот, для каждого типа синхронизации компиляторы они сгенерировали свои тесты, вот, и, соответственно, загоняя эти тесты в компилятор, затем, то, что компилятор закрепилировал, проверяли это специально выписанным логгом чекером, правильно ли компилятор работает или неправильно. То есть это все-таки короттабель, конечно, получается? Нет. Ну, набор тестов же не полный. Нет, полный. Ну, в смысле, это не набор, это не тесты для верификации, это тесты для преобразования компилятора. Для определенных видов оптимизации, да. Некоторые виды оптимизации были рассмотрены, не все виды. но полнота была верификации, в смысле, что преобразованный тест, это программа, на самом деле. У нас расстановленная оптимизация. Да, расставленная хитрым образом синтонизации, чтобы выявить ошибки при компиляции. После этого получался, как они там, выражались, стейти-код, который уже... Ну, у них еще автомат там приводился на картинке. Да, и вот это, это автомат этого самого кода, который получался, и вот он уже полностью верифицировался нормальным образом. Ну, то есть вы же помните ремонт? Да, там уже был. Так. В составе какого проекта это было, там не говорилось? Я не помню. Гармани, Осы. А, то есть, на поле работало. И как? Вот я, правда, забыла какую-то а, а, вон там написано. Виртуальная машина? Ну, нет, ну, нет. А это деньги заработали, да? Ну, он же сказал, что это. и последний доклад во второй день. Это был очень сложный теоретический доклад. и я попытаюсь что-то сказать о нем, например, это даже название. В общем, сначала был экскурс в истории, когда была сформулированная проблема остановок, потом, кто ее пытался решать, потом, наконец, она была решена, что она неразрешима. Ну, в математике после этого так же неразрешимо. А, насколько неразрешимо, насколько сложно, неразрешимо. и поэтому знанием всех фамилий, кто принимал в этом участие в решении этой проблемы. там, кажется, в целом, за сколько шабов завершается машина телевизора. там не один, там уже один. Те, которые за два шага завершают исполнение, третий класс, которые за три шага завершают исполнение. можно муфтам построить некую... Это сам это первое. Можно на второе PDF-файл перепустить? Да. А второе, что ты будешь про свои доклады? Так сколько у меня времени уже? Десять, десять? Нет, моего времени. А, а еще будет... Десять, сорок, одиннадцать, третий. А, ну, например, что ли не осталось, получается? Ну, давайте тогда переставим. Я расскажу про эти два доклада в том случае, если останется время после того, как будет рассказывать про соревнования. На следующий семинар? Нет, на семинар что-то не хочется. А тебе надо сколько? 20 минут? Нет. Ну, если будет для какого-то другого семинара, пожалуйста, я могу рассказать про два доклада. Они очень интересные. Один из депутивных инвлекаций связанных. тогда мы можем на следующий раз. Сейчас будет рассказано про соревнования. Дмитрий Кондратьев расскажет про дедуктивную верификацию, про задачи дедуктивной верификации, которая там в пуле сформулирована для участников. А Наталья Гаранина, соответственно, про интересные задачи на верификации. А вы будете рассказывать сначала? Ну а вас по-моему сейчас так? Показка. Угу. 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 Вот. Мы в этом году провели первое всероссийское соревнование по формальной верификации. Ну, да. Несколько спонтанно, я бы сказала. Вот. Задумали мы, конечно, это еще где-то весной, но практически осуществлять реализацию начали, не знаю, дней за десять. Вообще-то всего, ну или недели, в лучшем случае. Вот. Здесь приведен сайт, собственно, на котором размещены условия соревнования и вообще всякая сопутствующая информация и вот оно проводилось в рамках семинара по семантике спецификации, о котором Игорь уже рассказал много интересного. И фактически оно проводилось немножко шире, чем семинары, временные рамки были немножко шире, потому что в первый день 2 ноября мы читали тьюториалы, затем таймлайн и дальше вот. Целью этого соревнования было применение формальных методов для проверки корректности программных систем. Предлагалось, что команды состоящие из одного двух человек будут решать задачи и по получения обе задачи. Одно для решения методов дедуктивной верификации и для методов верификации модель у нас было целых три задачи. Нужно было выбрать какую-то любую из них и затем решать. Предполагаемый результат этого соревнования была собственно популяризация формальных методов объяснения, что это такое более широким и знакомым массам студентов или разработчиков. В итоге все участники соревнований получились артификаты. Также дипломы вручены. В общем, они уже есть. И вот поступят участникам дипломы за призовые места и грамоты вручены. А также денежные дипломы, подарочки от барсгрупп. Тоже со временем для всех участников, которые заняли, получили дипломы и грамоты. Как-то отличные. Так много участников вы скажете, да? Сейчас я расскажу про участников. Мы при организации соревнования у нас были общие ресурсы. У нас был сайт соревнований и скайп-канал для проведения туториалов и консультаций. сайт и сайта и это сайта и сайта и сайта и мы отдельно ему спасибо, что он выступил драйвером всего этого. Потому что если бы он не вызвался, что он будет соревновывать соревнования, то собрались ли мы в итоге как-то но мы присоединились и приземлились нормально. И новинфикацию модели у нас было целых трое организаторов это Ирина Жешметан которая ведет курс по модульчекингу в политехе в Санкт-Петербурге Сергей Старолетов из Алтайского университета ну и я. вот вот участники всего было зарегистрировано в специальной форме 48 участников живых людей которые поделились на 13 команд больше одного человека и 12 команд ровно до финала дожили многие ну не все но большинство дожили 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 да по крайней мере, участников в Новосибирске, они сказали, что они сразу подъявили обязанности. Кто-то занимался дебютивной верификацией, кто-то могло чекингом. Ну, командой за двух участников было возможности не иметь. Ну да, и демонрирование как меньше было. А, и нужно было и там участвовать? Да. Можно было два трека организовать? Ну, вот я думаю, что мы этого ждем в следующем. На диалоге там. В этот раз не были уверены, что боялись, что вдруг на какой-то трексе один запишутся, а на второй никто не пойдет. И, так сказать... Ну, понятно. Но было, кстати, наоборот, что были люди, которые сделали задачу кодекциям, но не сделали по-могу чекингу. Поэтому теперь мы не боимся организовать этот дебютный проект. Вот. География, значит, такая получилась. Из Санкт-Петербурга, из политеха, отменили с Шашвиной, пришлось 23 участника. Вот. Из Анополиса было 10 человек. Из Москвы, вот, один участник даже переехал мощно в Анополис, вот, и двое участников еще были поставлены в Нурсов. Вот. Ну и наша команда. Те студенты, которые предпосвещают курс по формальной инвестикации... Какой курс? Это Марьянсовский? Нет, Марьянсовский. Это Новый курс. Который, который вот сюда. Какой? Третье? А какой курс? Это Магистратива. Второй курс в Амагистратуре. Понятно. Нет, нет, нет. Нет, 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 нет. Вот. Как это было все устроено? Расписание было такое. С 2 ноября мы онлайн прочитали теорию по депутинной верификации и инструменты, которые предполагалось использовать в процессе проверки. Скайп по скайпу онлайн и была запись. Вот скайп в этом отношении, в отличие от зума и гугл метра, позволяет записывать выступление и потом в течение 30 дней, ну там где-то в серверах, хранится, любой бесплатный может его скачать и пользоваться. Вот. В этом отношении скайп был хорош. А во всех остальных, так себе. И еще один был доклад, в смысле, кьюториал язык-промила для верификатора SPIN, который предполагалось использоваться для выучения. Это я готовила этот кьюториал, соответственно, онлайн засед. Еще, кроме кьюториалов, на сайте были выложены, так сказать, теоретические материалы по чекингу и по депутативной верификации. И Сергей Старолетов онлайн с подключением скайпа проводил еще один кьюториал по практическим аспектам верификатора SPIN, в то время как у меня были такие, ну, в основном, теоретические материалы. Это было все 2 ноября. 3 ноября в 10 утра были опубликованы формулировки задач на сайте. 3, 4 ноября участники решали эти задачи. И иногда они задавали какие-то вопросы в телеграм-чате, на которые можно было отвечать. Ну, не на все можно было ответить. Но на самом деле таких вопросов, которые подсказывали бы решение этой задачи, никто не задавал. И, наверное, трудно было бы на принципе задать. Вот. И мы один раз устроили консультацию в скайп-фанале. Ну, там и читали территориалы. Вот. 5 ноября в 10 утра все загруженные на решение задач на ГИХАП. А, да, еще, я забыла, в ресурсах упомянуть. Еще у нас было, ну, специальные репозитории на ГИХАП, когда участники загружали свои решения по отдельности. Ну, не видя решения друг друга. И затем все эти решения, так сказать, актуализировались, чтобы можно было их включать и проверять. 5 ноября мы всем на этапе проверяли все эти решения. И 6 ноября была публикация результатов. Перед этим мы также встречались для принятия окончательных решений по распределению призовых мест и по, ну, вообще, по обсуждениям, по двух конкурсам, что там нарешали участники, что было хорошо, что не очень. Вот. Теперь я хочу коротко описать, какие вообще задачи по верификации моделей были предложены. По задачам по верификации, расскажем, как он длинный. Вот. В первую очередь, это задача станцию на 25. Мы, так сказать, на волне интереса к этой истории предложили следующую задачу. На языке пронилов организовать взаимодействие модулей, ну, программных модулей станции, это такое, чтобы оно демонстрировало ту самую ошибку, которая описана в СМИ, которая, возможно, привела к падению этих самых дней. Вот. Другая задача была более сложная. Это моделирование pipeline GPU-GPU, то есть можно было описать pipeline процессов, которые происходят в GPU при решении задач на синт-ядрах, ну, по известным публикациям, то есть по спецификациям этих, собственно, ядер. Короче, что-то такое построено. Ну и, наконец, описание протокола. Телеграмм, ну, это не Телеграмм протокол, а имеется в виду протокол, который использует бинарные сообщения, согласно официальному документу реализующему, если я наявляю их самому производству. Вот. И проверить корректное скодирование и рекодирование. Ну, сразу скажу, что вторые вот эти вот две задачи, они значительно более сложные. И, по совести говоря, не скажу, что очень хорошо были поставлены. Поэтому вот эту вот задачу никто даже не пытался решить. Вот этот вот один участник попытался решить эту задачу. Ну, у него что-то, конечно, получилось, но... А что значит с этой публикацией? Вы давали ссылки на публикации? Да. Там были ссылки на публикации. Одна публикация была уже совместная со сторонами, а другие и другие публикации, которые более, так сказать, формально, на самом деле, описывали. есть симулятор для таких процессов. Расскажу больше всего, более подробно про первую задачу, которую решали большинство участников соревнований. в чем, собственно, была идея этой задачи, к чему она относилась. Всем известно, что 19 августа станция Луна-25 не смогла выйти на праздничную бандиту, поскольку двигатель с этой станции вовремя не отключился, потому что не было сигнала отдачи по скоростям. Вот. Ну, то есть, поначалу тут все хорошо. Шло хорошо. Летел, 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 летел. Летел вот отсюда вот. И в тот момент, когда нужно было перейти на вот этот корбит, после этого нужно снижаться, вот в этом месте как раз и произошло неприятно. Вот. Почему, собственно, сначала была версия, что датчик просто не сработал. Потом оказалось, что было неправильное взаимодействие бортового комплекса управления и системы блоков измерения угловых скоростей. То есть, вот этот самый БКУ отправил вроде бы сигнал БИОСу, вот, но БИОС по какой-то причине этот сигнал пропустил. Вот. Поскольку БКУ не отслеживал то, что БИОС получил этот сигнал, вот не было такого в алгоритме инфрекционного. Вот. Соответственно, БКУ продолжал это думать, что со скоростью ничего такого ужасного не происходит и не подавал. А! Одновременно с подачей команды на измерение скоростей БИОСу, БКУ отправил команду на запуск двигателя для того, чтобы он начал ускорение. Вот. И поскольку от БИОСа не было никаких сигналов БКУ, что хватит уже скорость большая, пора это дело с удовольствием превращать, вот, БКУ никак не подавал, не подавал, соответственно, команды двигателя никакой, вот, по, которая зависела бы от измерения скорости. Вот. И в итоге двигатель отключился просто по таймеру. А таймер почему-то тоже, вот эта ошибка была, потому что, если бы, если бы таймер был заложен слишком большой, вот, то есть, там было, у них это критерок написано, что по-хорошему должен был возник 4 секунды работать, почему бы на эти 84 секунды не поставить, почему поставили на этот странный 6997, возможно, что-то здесь тоже какая-то еще ошибка была, может быть, его просто не было это на таймере, непонятно. Вот. Так вот, почему, собственно, БИОС не получил эту команду, почему он не передавал информацию бортовому компьютеру, чтобы кто-то включил этот двигатель. Оказалось, в финальном, так сказать, в финальном заявлении Роскосмоса выяснилось, что у БИОС, оказывается, было в несколько массивов команд, вот, и эти массивы имели разные приоритеты, как сказать, нужно было выполнять команду, или в одного массива согласно приоритету, или в другого массива, а внутри этого массива команд все команды имели равный приоритет. И вот команда на измерение угловых скоростей попала в какой-то вилот массив. Как она это делала? Совершенно непонятно. Ну, и, на самом деле, мы пытались придумать, что бы еще такое, какие еще такие команды мог подавать ГКУ этому самому БИОСу, кроме того, что включить, выключить, поверь, скорость. Ну, мы так и не придумывали, на самом деле, потому что, ну, как-то это... Другое дело, что там могут быть какие-то очень низкоуровневые команды. Не знаю, может быть, компьютер, в смысле, в ДКУ, время времени этот ГИОС перезагружал, может быть, еще что-то. В общем, в итоге задача была сформулирована следующим образом. То есть, имея все вот такие вот данные, сформулировать такой взаимодействующий компонент, станции, чтобы она приводила к катастрофе, вот, и доказать, что в этой модели, которую вот, можно записать на языке промило, а катастрофа может происходить. То есть, ну, не в любом случае, а что есть какой-то скин, может генерировать такую, так сказать, такую трассу, что катастрофа происходит. Вот, и потом для построенной модели изменителя таким образом, чтобы катастрофа не происходила, и доказать это, что оно не происходит вообще никогда. Вот, и мы посчитали, что для того, чтобы модель была достаточно представительной, конечно же, должна включать портовой комплекс управления, этот самый блок измерения обловых страстей, двигатель, который нужно запускать, ну, и другие модули, которые неизвестно что, но они, во всяком случае, могут как-то взаимодействовать. Вот, ну, портовой комплекс должен, по идее, осуществлять управление всеми вот этими вот модулями, биос, соответственно, соотносится с датчиками, портовой комплекс напрямую с датчиками не взаимодействует. Вот, датчики – это тоже как бы отдельный процесс получается. Вот, двигатель отвечает за какое-то перемещение аппарата, а другие модули известны только то, что они могут передавать данные и принимать данные. Ну, и отдельно упоминалось в формулировке задачи среда коммуникации, которая была, по идее, должна была включать отдельную шину для передачи команд и отдельную шину для передачи данных. И, в общем, все вот это вот нужно было смоделировать на языке пронула верификатора скин и выразить требования по логике линейного депорального времени. И затем вот это вот все верифицировать в инструменте скин, то есть проверить корректность и, наоборот, некорректность смоделированной модели относительно вот этих самых требований. Вот. Ну и мы получили такие вот разные решения. Всего получилось, по-моему, 13 разных решений. Вот. Треть из них была никакая совсем. То есть там модель просто не работала, там сразу впадало даже на симуляции в результате движения блокировок. В общем, мы такое вообще не засчитывали. Как-то решение вообще никак. Вот. Было три таких очень массивных таких модели. Ну, верификация с помощью метода модели, она вот такая, ну, достаточно ресурсоемка, и поэтому чем экономнее будет написана модель, тем верификатором легче его проверять. Вот. Так вот было три очень тяжелых, никогда даже на симуляцию падали. Но его комьюнтера никак не хватало вообще просто, чтобы симуляцию продать. Про эпидемиологию там вообще никакой вещи. Даже заитатно не было. Не заитатно. Вот. Ну и попадались и интересные решения. То есть, например, интересные реализации этих самых массивов команд, как команд, интересные реализации среды коммуникации, и одна команда там, интересные варианты поломки, так сказать, этой среды коммуникации. что, ну, почему может что-то там, команда попасть туда или пропуститься, или что-то в этом роде. Вот. Требования участники формулировали все на очень низком уровне. И почти, практически все, они были в терминах реализации модели. Вот. То есть, типа, если у нас, например, какой-нибудь, если бы кому-то там подало команду в BIOS включиться, то, ради или поздно BIOS получит эту команду. Ну, на самом деле, по-хорошему, решение, поскольку ошибка была не только в том, что BIOS не получил эту команду, а там, как я уже говорила, было несколько вообще ошибок в этой, реализации. То есть там, например, отсутствие проверки на то, что... Получена команда. Да, на то, что команда получена, на то, что... Таймер установлен, таймер остановки двигателя, остановка двигателя по таймеру установлена по правильному таймеру, по неправильному таймеру. Это тоже могло бы помочь избежать этой самой катастрофы. Вот. Ну, в общем, и так далее. И только два решения из всех формулировали требования наиболее общими. Одно из них было то, что катастрофа не произойдет, и они как-то это выразили внутри самой модели. То есть там у самой этой модели было такое состояние, которое отвечало за то, что все прошло благополучно. Там Луна приземлилась, приправедилась. Вот. А другое было стремулировано от технику, что вот переход на элитическую орбиту верышок. Тоже как. Ну, нормально. А не то, что там кто-то получил команду, а кто-то не получил команду. Вот. Ну и, наконец, верификация прошла всего по одной модели. То есть там у команды победителя это не было единственное решение, в котором действительно они построили такую модель, которая была некорректна относительно требования безопасности. То есть там действительно герувировался фон, например, когда команда не была получена или... А, да, да, это вот у них вот это вот сформулировано. Они даже в двух, так сказать, видов сформулировали требования безопасности. С одной стороны, они сформулировали это вот как переход на элитическую орбиту, а с другой стороны, они сформулировали как получение команды. То есть на низком уровне и на высоком уровне. И они исправили свою модель таким образом, что у нас стало корректно относительно этих требований, которые, в общем, и остались в таком же виде. То есть формула там вот как нанимается. Просто почему не смогут. И это команда победителя была. А, ну теперь... Вот, что-то я думаю, что это рассказывает. Давайте я, наверное, вот это вот описание, я думаю, как прошу все-таки. Да и сложные, наверное. Ну да. Они сложные и сформулированные. Не очень понятно. Вот. У меня единственный вопрос. Абревиатура СИНТ. Там это... Что такое Т в конце? СИНТ? Да. Обычно, наверное, что-то похоже СИНТ. Ди. А, сейчас... Напомни, СИНТ. СИНТ был настрачен, но мало-типал Дейт. А, мало-типал... Тогда там... Может, текстуры какие-нибудь? Нет. А где ты видишь? Ну вот СИНТ. А, СИНТ, стэк. Да. Мало-типал... Ну, вон там СИНТ. Трэд? Угу. А, Трэд, одинить. Угу. 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 Так. Эта дорога понятна. Все остальные люди. Вот. Ну и итоговые результаты такие. Первые два места получили команды из Санкт-Петербурга. Вот, 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 там, у меня есть честный бой. Это мальчик и девочка. Мы писали такую хорошую модель на продажу. Отлично мне она понравилась, а вот их руководители, наши седьмой, и не очень. Вот. Но все равно она была хорошая. Вот. Команда СИНИТ. И наша команда заняла третье место. Хотя... Почетно. Тут была другая ситуация. Мне или решение не понравилось, а им не наоборот понравилось. Ну, она не так училась. Вот. 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 Ну и были вручены большительные грамоты. Вот. Единственный человек, в этой команде, попытался решить задачу спать план дебю. Вот. Вот. Ну и за оригинальное решение. Анастасия, на самом деле, вообще не удалось поставить инструмент дебюктивной верификации, она решила задачу почему-то. Поэтому она получила такой числый завод. А что такое Астролинус? Это название команды или название лаборатории? Это система. Операционная система. Не, я понимаю. Но в данном случае. Ну, это... Это компания. Это компания. Контора так называется. Вот. Ну, собственно, все. Нужно отметить, что олимпиадная система тренера была. Не то, что я решил, не решил. Да. А экспертные оценки? Насколько я решил? Угу. И поэтому... Содержатель, да. Сидорова там сразу поинтересовалась, можно было ли как-то автоматизировать это все дело. Ну, я что-то не понимаю, как это можно вообще автоматизировать за проверку только руками. Ну, это в будущем придумаете. Так я даже не представляю, как это, в принципе, возможно, такое видимо... Ну, а как вот, простите, Чурина делала свои соревнования? Ну, там... Стандартные задачи там. Да? Мне кажется. Я... Ну, может быть, это действительно такое начинание, которое еще... Нет, ну, там какие-то вещи можно автоматически проверить? Например, то, что там действительно в той программе есть все те модули, которые находятся бы там. Можно... Можно... Можно верификацию там проверить, проходит их формула или не проходит. Но на самом деле даже... Это сборческая задача, да? Это... Вариантов решения неограничных. Да. А там-то вот что? Вот алгоритм, вот его решение. Ну, там просто... Ну, да. По программированию. Вот еще такой вопрос. Онлайн же это все проводили, да? И... Насколько, так сказать, участники могли пользоваться какими-то справочниками? Почему? Как упорно? А, то есть можно. Абсолютно чем угодно и только введите результаты. Только это не поможет даже нести. Понятно. Ну, время ограничено все равно. Сутки это там, где не так много. А были ли списывания задачи? А как списывать? У кого мы не списать? Это... Зломали, да? Ну, сломали этот директорий куда-то, задачи помещались, GitHub-овские. Ну, да. Взяли чужое решение чуть-чуть по адаптирую. Это выжили их за отдельный кризис от другой работы. Да, да, да. Так же... Ведите мне их отдельно. Или сразу сажать. Можно? Угу. Дело в том, что вот эти трое ребят из университета, они ходят на новый курс по формальным методам. Я думаю, что дать им эту задачу, чтобы они дорешали на ИМНД... Вот. Ну, интересно. Ну, да, иди сюда. Они просто сейчас ее на спине еще будут дорешивать. А какую задачу, Володя? Какую задачу? Ну, по-моему, те. Ну, первую, конечно. Ну, дело в чем, что я посмотрел на сайте описание задач, они совершенно плохие. Вы их не скорректировали. В чем... Описание, ваши, ваши. Условия задачи. Условия задачи. В каком смысле плохие? Ну, плохо написано. Что вы имеете в виду конкретно? Конкретно. Качество текста, вот это содержательное написание, плохое. Я не понимаю. Потому что вы спешили. Ну, хорошо. Он помогает очень. Если вы покажете, какие там ошибки есть, мы с удовольствием и поправим. Ну, это отдельно. Просто пока не очень понимаю, что вы выглядите. Отдельно поговорите. Давайте дальше. Потому что у меня... Я сразу засомневался, что стоит ли вообще за это браться. Я, конечно, еще побеседую с ребятами. Способен у него не на одну сделать. Видно. А чего не видно? Ну, того. Красоты. Переключили. Потому что одна из команд, которая там получила за индивидуальные решения, если нет задачи, приготовила такую презентацию симпатичную. А, они как бы... А, они защищали свои решения? Нет. Просто вы разумеете, да? Ага. Изумеет искусство. Единственное пожелание, что в следующий раз, когда будете делать соревнования какого рода, что тренер, как говорится, отдельно, вы организатор отдельно. Потому что, как говорится, вот ваши все люди получили там первое место. Вы знаете, мы очень сильно придирались. и, если честно, я бы... Ладно, я ничего не могу говорить. Молодец, несколько людей набрать. И к тому же, да, с людьми тоже может быть проблема. Все спешки. Где улица? Все равно-то. Это же узкая область. Ну, вот смотрите, народ ответственно подошел, и сделал такой тренинг. Идея хорошая. Владимир Иванович, на следующий раз у вас в жюрики просим. Вот так вот. Хожу, что там людей не было на станции. Ну, они тогда бы сами посадили просто. И нет проблем. Ну, как индийцы. Ну, без звука просто... Да, без звука. Ну, вот это было. Ну, тут дело в чем, что объявлены за 10 дней, понятно, спешили. Потом посторонним выучить промелу и, то самое, вообще методоверификации нет никакой возможности. Это нужно заниматься полгода точно. Вот. И поэтому никто другие там, вот, что там с астралинусом, кто, видимо, может чекинг заниматься. Но я не скажу, что у них оно. У них, честно говоря, вообще никакие. Но они понимали это влечение, да? Да. Вот, зато вот, конечно, они совершенно точно не занимались, ни уникативного выучения, ни у них, на самом деле, вполне прилично модель получилась. Вот. Из анаполиса, там, двое. Шивол научил? Нет. Они вообще, они депутивной идентификацией, в основном, занимаются. Ага. По руну хорошая получилась. Ну, в смысле, про руну. Ну, и про мазочекинг тоже. Ну, введения там в промелу достаточно было, чтобы и в таких соображениях в принципе решить именно эту задачу. Вам на сколько? Сколько нам надо? Я, в первую очередь, буду добивать, чтобы неправильно скоммулировать и реферировать. Это правильно. А пусть они возьмут описание неправильное, правильно построят? Как ты и путил? Скорректно скоммулировать и реферировать и реферировать. А ты уже скажи. Нет. А пока мы будем сейчас готовить, он сейчас, наверное, узнаешь, что будет скомжать. Я просто один важный момент упустил. То есть еще в рамках этого семинара был впервые проведен конкурс работ, которые туда присланы среди молодых ученых. И из фонда не помню еще, а была назначена премия. То есть вот проведен такой конкурс. А вот дали, где там регулярные выражения с back-references. Ага. То есть это собиралась потом один из жюри, оценивали все работы. Работ было пять, по-моему, насколько я помню. Которые молодежка там участвовала. И вот эта работа первое место получила. Как проходить не было еще в параковской? Ну, это жена Валерия Александровича, Анна Шмельевна, выделила деньги на это. Эти деньги каждый год вкладываются на вклад. И потом на ту сумму, которая, ну, набегает за дивиденды, выплачивается премия. Но сейчас было принято решение оргкомитетам, что мы будем еще пополнять дополнительно этот фонд, чтобы, ну, более объемные премии были. В этом году 10 тысяч было выплачено. Ну, не такая большая сумма, но мы, как общественная организация, не оправляемся. чтобы не иметь бухгалтера, а не платить налоги. Но вкладку плачу я, и потом забираю деньги. Потом сделаем налоги. Да, потом налоги могут быть. Поэтому, поэтому стоит приехать. Не попадаетесь в это. Не, я имею в виду, сейчас в склады же налоги собираю. Ну, там, в высокую сумму. Ну, я не думаю, что он дойдет до кипсу. Уже. 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 Задачи. На соревнованиях по дедуктивной верификации была поставлена задача, связанная с миссией Луна-25. Я лучше расскажу сначала о проблеме миссии НА-25, о которой писали в СМИ В СМИ писали о такой проблеме, что в новой смоле НА-25 есть массивы команд В каждом массиве расположены команды с одинаковым приоритетом Проблема возникла в СМИ из-за того, что в массив команд попала команда с другим приоритетом То есть с приоритетом, который отличался от всех остальных Ближайшая абстракция к этому, это такая задача Есть массив чисел, которые кодируют приоритеты команд Нужно проверить, все ли элементы до массив равны То есть все ли приоритеты команд равны Отмечу, что действительная задача выглядит просто Но отметим, что порог входа в дедуктивную рефикацию очень сложный Времени на обучение у участников соревнований было очень мало Поэтому надо было поставить задачу, с одной стороны очень простую С другой стороны, которая связана с реальными проблемами В данном случае все равно это адспект Задача была поставлена такая, что нужно было задать спецификацию для программ Которая приоритет равенства приоритетов МОСИ И провести дедуктивную рефикацию данной программы в системе силы и дверь Чтобы задать формальные спецификации программы Нужно, конечно, в том, что в дедуктивной рефикации Есть такие виды формальных спецификаций Как предусловия, инварианты циклов и постусловия Инструмент силотер наш Он в случае таких простых циклов Которые проверяют равенства сил приоритетов Позволяют не задавать им варианты циклов Поэтому это позволило еще легче задачи для участников И участникам не надо было задавать им варианты цикла Предусловие, участникам тоже не надо было задавать Оно было уже задано в файле, который был данным участникам Участникам нужно было задать постусловие в виде того, что переменная программа равна применению функции, заданной на языке спецификаций И вот участникам нужно было задать такое постусловие в виде равенства переменной и применения функций И также задать на языке спецификаций эту функцию саму Которая в каком-то смысле в мире спецификаций, в мире теории предметной области Эту задачу кодирует Вот что, чтобы посмотреть на примере А, ну вначале, конечно, расскажу, как попытались имучить участников детективной верификации Было написано небольшое пособие для участников соревнований Рассказывалось вкратце о детективной верификации об инструменте силой дверь О системе доказательства Эссельду, которая применяется в системе силой дверь Был проведен теториал Было подготовлено для его презентации, которая также была доступна участникам Как же было сказано, да, была доступна видеозапись теториала Но, кроме того, участникам заранее было установить систему силой дверь на компьютере до соревнования И заранее до соревнования ознакомиться с пособием с теториалом Итак, участникам соревнований предоставляется следующий файл В данном файле, в данном программе элементы кланик Которая с помощью цикла FOR Перебирает все элементы массива, попарно их сравнивая И если какой-то элемент массива попарно не равна друг другу, да, Иначе на оси есть уже как минимум один элемент, отличаясь от других То переменная резал становится равна нулю Соществляется выход из цикла, и переменная возвращается Для данной программы, как я уже говорил, не нам был задатен вариант цикла Для данной программы уже было задано предусловие Предусловие И постусловие, и вообще все спецификации в системе силой дверь Задаются на языке системы доказательства На языке, на котором задается у нас теория предмета области То есть спецификации правствуются на языке системой силту Или на языке в легких коммунистов То есть это такая запись префиксов Сначала идет адберант Здесь у нас очень рекомендаются А потом адберанты Для Это С выражения Предусловие тоже было дано, да? Как формулы на этом языке уже писали? Да, оно было написано и в посуде И было рассказано Четыре лет И в этом файле Спецификации записываются в комментариях Чтобы они не влияли на семантику программы И в этом файле, который был задан участником Вместо постусловия был задан пустой комментарий И в условии сдачи было сказано Чтобы участники задан после условия лидеральности Переменный результат И применение функции Которая будет В логическом мире В мире теории предметной области На языке сельту Она будет выражать То, что Все элементы массива В диапазоне От нижней границы до верхней Границы равны Вот это было поставленное условие задачи Итак Решение Такое предложение Большинство участников Практически одно и то же Итак Здесь добавлено постусловие В виде равенства Переменный результат И Применение функции Здесь названы элементы квалификации У которых Нижняя граница 0 В верхней границе n-1 И применяется массива A То есть эта функция Проверяет Что все элементы массива A Равнение диапазона нижней До верхней границы массива Включительно Эта функция Задана в мире теории предметной области На логическом мире На Единственной системе Доказательства сельту И участников Будут предострять ее определение То есть участники Еще задавали специальный файл Файл с теорией предметной области Здесь в начале идут книги Которые надо было включить Но впрочем Этого участника Я просто рекомендовал скопировать Эту преамбу Вы вставите такую А вот далее Участникам было задание Применение Такой функции На Языке Аппликейте В Command List Вот здесь Дано Применение Такой функции Элементы квалификации Отмечу Что в начале Шла сложная часть Которая Очень большая часть Посвящена В послуге И в Теториале Это Часть Про то Что Типизации В Заке Апликейте Коммунист Нет Но Тут Есть Функции В Заке Апликейте Коммунист Кредикат Который Является Аргумент Нутеральным числом Этот Кредикат Нужен для того Что мы сначала Проверяем Вот Аргумент Если Первый Либо Второй Менять Центральным числом Просто Возвращаем Ноль И сразу Ничего Не делаем Это Нужно Чтобы Система Сильту Доказывала Завершенность Этой Этой Функции Потому Что Система Сильту Она Ещё Требует Что Все Рекурсивные Функции И Далее Мы Знаем Что У нас И Возвращаем И И Диапозор Совпали То Один Все Элементы Равны А Если Уже Нет То Мы Проверяем Если Неравны То Это Ноль Потому Что У нас Есть Элементы Не А Иначе Возвращаем Уже Диапозор Границы Уменьшены Логично Отмечу Что Так вот Мы Тут Возвращаем Логическое Значение К Тру Или Нел То Что Нас Примерно Вырезал Программа Это И Так Результаты По моему мнению Оказались Замечательными Потому Что Очень Много Команд Сумело С такой Задачей Справиться У Девяти Команд Решение Прошло Автоматически Особо Кстати Отмечу Команду Особо Отмечу Я Двух Ну Команду И Участник Анастасия Красненкова Анастасия Красненкова И команда НСУ Помогали мне Все Дело в том Что На их компьютерах Система Силетвер Не запустилась И они Мне Подсказали Прислали Файлы Отчеты В результате Чего Удалось Исправить Проблему Которая Была В дистрибутиве Системы Силетвер В системе Силетвер Было Много Библиотек И Внутри Дистрибутив Содержалась Сильду Система Доказательства Сильду Много Библиотек И система Сильду Проверяла Времена Создания Всех Библиотеку И При архивировании Лимина Создания Ахавов Потерялись А я Сил Архив В таком формате Как Раф Который Сохраняет Лимина Создания Ахавов Да То Эти Библиотеки Спешно Доказываются Благодаря Команду Госят Создать Дистрибутив Который Вроде Б Рабочий И Так Вот Решения Участников Проходили Автоматически У тех У кого Не проходили Автоматически Решения Но оказались Очень близко Тем Поставили 9 баллов И Одну Команду Я оценил На 8 баллов То есть Замечательно Все очень близко Высочайшие Дистрибальные Оценки Основная Проблема Основная Ошибка Это Вот В чем Когда Я сказал Что Задать Функцию Которая Имеет Нижнюю Верхнюю Границу А Переменную Сравнить С Результатом Применения Этой Функции Те Которые Получили Не Основная Ошибка Что Участники Поставили Единицу Так Здесь Начинается Один Подумали Что Одного То Здесь Применение Одного Один Один Границы Хотя На самом деле Хотя На самом деле На самом деле Он Покрывает Мелеволимент Так Здесь И Эта Функция Покрывает Мелеволимент Мелеволимент Это Функция Которая Возвращает Целое число Но Эта функция была не рекурсивная А рекурсивная Он задал другую вторую функцию Которая как раз Возвращала истину или ложь В зависимости от того равны или нет все элементы А Эта функция не рекурсивная Она анализировала результат Булевской функции Возвращав Вместе Это целое число и по 1 и по 0 То есть довольно-таки элегантно получилось И Красиво Видели двух функций И А команда Кэшн Валидейшн Она предложила Использовать Функцию Мин Для Того Чтобы Конечно же понять что в массиве если есть неравные элементы то будет естественно минимум Из всех единиц которые равны Это доказалось А Я забыл еще одно решение Анастасии Красенковой Тоже очень интересное где результат Что с побитыми Именно Предыдущие возвращали Из-за того что неравные элементы массива применялась подбитого конъюнкция к этим двум числам для того чтобы получить общество то есть вместо вот этого ифа можно было действительно прийти с помощью подбитых операций Да А это было доказано? Нет В принципе это могло быть доказано у Анастасии Красенковой написала вручную вместе с тем силотер не заработала там были много других проблем решений так вот но вот победы действительно участник заслужил ну да а вот почему вторую предложить и вариант расставлять система бы без репов вы все равно же смогла доказать я думаю да я скажу так вывод какой из этого соревнования вывод в том что я побоялся осложнять задачи и дал задачу ну максимально простую на которой имеют связь с реальностью можно было вторую дать чтобы за каждого взялся да вывод в том что участники реально с такой задачей справляются можем давать задачи сожгли а вы в этом году редуктивную верификацию читали врат вот из своей специализации которая среди министра или нет или я так считает так им да в смысле на другом на мэ на мэ мэ на мэ на мэ на мэ мэ на мэ в смысле на другом георитикаторе у них уже более теоретически больше хинь-мария-сава мэ-теориасвы более теоретические знания дают людям нужно было освоить ну да самое сложное освоить вот этот тревог По идее, можно, конечно, внедрить в курсе левомера системы СВД, но это нужно, естественно, обсуждать, думать. Ну, так же, в следующий раз, на следующем. Я, допустим, от листов, я его не наношу, просто ненавижу. Есть люди, которые его любят, там есть некоторые математики, но я вот это вот, у меня просто голова начинает. Мы переедем, перейдем, перейдем, не сейчас. Лихунов по грому ведет, а мы не по грому ведем. Это все индивидуально. Я еще хотел бы дополняться, может быть, мне кажется, в момент, который, да, я лею, это может быть, как-то, я бы это может сказать, что в следующем году планируется намного более мощное соревнование. Прямо довести его, поднять с уровня соревнования до уровня фокотона. Не надо, только цена. Планируется. У меня онлайн. У меня соревнования подняться, но потом не нужно здесь. То есть, по планам мы не обойдемся здесь. Никак. Попытался, да, со стороны входа. Ну, в любом случае, задачи, да, все еще будут, надеюсь, будут намного мощнее. Интересней. Участников будет намного больше. Так что, с удовольствием приглашаем всех поучаствовать в определенный через год следующем соревнованиях. Какие отличия по возрасту есть? Нет. Ну, визитник хотите. До старкого года. Я смотрю, они 18 плюс. Одна молодежь. Для открытших умов. Отдельную номинацию. Я кризиску нормально. А, шестер. Сейчас в телеграмму сейчас появляются все эти люди, которые не участвовали в теревновании. Прозевали. Как будто идет. Ну, так сообщите, что ждите, будет. Да. Ну, и в кровати рамки у нас. Не решайте. Не, не следую, что я не буду. Коллеги, все нахерим-то было. Да. Это я буду придумывать. Коллеги, если есть вопросы какие-то, замечания. Я бы хотел как раз делать объявление, а может членом ученого совета. У меня есть вопрос потом. Могу я задать вопрос? Да. Уважаемые организаторы соревнований. Вот сейчас тот самый Verify This объявил Call for Problems. Что, созрели для выставления своей задачи на Verify This? Я за. Вот и Владимир Иванович может присоединиться. Как раз, смотрите, Старолетов, Гаранина, Владимир Иванович Шелихов, Шешмина. Сделайте задачу. Владимир Иванович как раз внесет вклад, как написать правильно. Разве там не только редуктивная верификация? Да, оказывается, как раз выливает здесь, это только редуктивная верификация. Вот что здесь нет. Я понимаю. И тем не менее, созрели, так давайте подадим задачу в этом году. Во Моделчегин, там в другой стороне. Мне кажется, с ВКО набирается. Владимир Иванович, там крупные ребята, которые разработали новые системы, приказательства, новые инструменты. Приезжают с командой, и команда там, и самая работа. Нет, здесь не лечит эту задачу. Да. Они выявляют заранее, и потом отбирают, какие задачи лучше. Да, и несколько турок. Ну, в общем, это серьезность. Не просто так. Нам бы выбирать call for tasks, то есть сбор задач для наших соревнований. Может, еще что-нибудь разобьется у нас? Вы не дай богу, конечно. Нет, пока ответы на вопрос. Давайте соберемся и подадим задачу на соревнования с Берефай здесь. В любом случае, это будет хороший задел для Вехи-2. Ой, ладно, у нас кандидат. Ну, по крайней мере, я это предложение опубликую в телеграм-чате, в телеграм-чате Вехи. Уровень просто разный. Пока нам еще нужно срасти, да, понимаете? Вы мне, наверное, не начали. У меня короткое обращение к членам учебного совета и, в первую очередь, к заведующим лабораториям. Мы обсуждали уже ситуацию у журнала системной информатики. Там же все просто. Схема очень простая. В этом году же все равно все где-то опубликовались. Берем ту статью, которая уже опубликована, расширяем картинки, чуть-чуть меняем название, и все, можно подать в системную информацию. Нам нужно еще один выпуск в этом году набрать. Один уже вышел, еще один набрать. Хотя бы 3-4 статьи минимум. Ну, наверняка, у каждого хотя бы одна статья где-то опубликована. Неужели сможем техническими расчетами расширить? Дополнительными картинками, объем не ограничен? Чуть-чуть, пока название изменится, все остальное можно не менять, а их отправить. Коллеги, если других вопросов, замечаний нет, на этом закончим семинар. Спасибо всем.